Добрый день, уважаемые коллеги. У нас состоялось уже несколько совещаний, по сути, серия совещаний по вопросам реализации крупных инфраструктурных проектов. На самом деле, три таких совещания. Это модернизация и расширение БАМа и Транссиба, высокоскоростное сообщение железнодорожное между Москвой и Казанью. Но затем мы говорили с вами о развитии Московского авиационного узла. И вот сегодня речь пойдёт о ключевых проектах по развитию транспортной инфраструктуры Москвы и Московской области. Должен отметить, что этот вопрос принципиально важен не только для жителей Москвы и Подмосковья. Исторически сложилось так, что именно здесь, в этом регионе, в столичном регионе, проходят основные пассажирские и грузовые потоки страны. И, конечно, от того, насколько грамотно, насколько эффективно будет выстроена работа транспорта в центральной части России, во многом будет зависеть и состояние всей транспортной системы России. За последние годы в федеральном правительстве и на уровне региональных властей этому вопросу уделяется много внимания, и сделано уже немало. Последовательно расширяется сеть московского метрополитена. Здесь набран хороший, если не сказать рекордный темп. Обновляются железнодорожные вокзалы столицы и развивается пригородное сообщение. Модернизируются аэропорты, строятся развязки и так называемые вылетные магистрали. В целом, большое внимание уделяется общественному транспорту. Укрепление инфраструктуры транспортной системы Москвы и Московской области стало важнейшим приоритетом столичного, областного правительства и федеральных властей. И, безусловно, это правильно, потому что граждане задают вопросы по этому поводу. Вы знаете, насколько острым этот вопрос является для граждан, которые живут в этом регионе, да и не только живут, но и приезжают сюда по коммерческим делам, по семейным делам. Это один из самых острых вопросов в регионе. В нашем совещании принимают участие и мэр столицы, Савянин Сергей Семёнович, и губернатор Московской области Воробьёв Андрей Юрьевич. Я попрошу их сегодня доложить о том, как они выстраивают эту работу на региональном уровне и как с их точки зрения идёт работа с федеральными властями, да и со своими коллегами из ближайших прилегающих регионов. При этом хочу подчеркнуть, решение транспортных проблем в центральном регионе должно быть, безусловно, комплексным и скоординированным. По-другому эффективно работу в этом регионной стране выстроить не удастся. Нужна согласованная, именно согласованная работа регионов, поддержка федерального центра, широкое использование механизмов государственно-частного партнёрства. Безусловно, все наши инициативы должны быть соотнесены с бюджетными возможностями, подкреплены необходимыми финансовыми ресурсами, как на федеральном, так и на региональном уровне. Только в этом случае можно добиться кардинального изменения ситуации к лучшему. Я вот сказал, что многое делается и многое уже сделано, но мы знаем, что основным критерием в вопросах подобного рода является социальное самочувствие граждан. И здесь ещё далеко до благополучия. Мы с вами это всё очень хорошо знаем. Основная задача, на которую прошу обратить внимание, – это эффективная интеграция различных видов транспорта, дальнейшее развитие сети автодорог и повышение их пропускной способности, в том числе строительство новых путепроводов, причём на самых сложных участках. Я об этом ещё скажу, но вот мы с Сергеем Семёновичем Собяниным говорили, да и с Андреем Юрьевичем, вот увеличивается сейчас строительство железнодорожных магистралей пригородного сообщения, но поток транспорта, который стоят в ожидании на переездах, тоже увеличивается. Поэтому я скажу ещё об этом попозже, но уже и сейчас хотел бы обратить на это внимание. Проблема становится всё более и более острой. На теме автодорог хотел бы остановиться особо. Это, как я уже сказал, наиболее чувствительный вопрос. Люди справедливо говорят о высокой загруженности наземного транспорта в столичном регионе и в Подмосковье. Действительно, сегодня МКАД – это уже не столько городская трасса, по сути, это единственно возможный транзитный маршрут для огромного количества грузовиков, следующих в самых различных направлениях и в Москву, и из столетий. Чтобы разгрузить МКАД, перенаправить эти потоки в обход Москвы, был предложен проект «Центральной кольцевой дороги». К 2018 году «Центральное кольцо» должно стать современной, удобной транспортной магистралью, важным участком межрегионального сообщения и международных транспортных коридоров, востребованным как для участников экономической деятельности, так и для граждан. На экономическом форуме, как вы помните, экономическом форуме в Петербурге, я выделил в своё время строительство «Центральной кольцевой автомобильной дороги» в числе трёх ключевых направлений для возможного расходования средств Фонда национального благосостояния. Добавлю, что проект строительства «Центральной кольцевой дороги» уже достаточно серьёзно проработан. В программе развития госкомпании «Автодор» на его реализацию заложены солидные ресурсы. Рассчитываю, что сегодня мы поговорим по этим проблемам самым предметным образом, конкретно обсудим механизмы участия государства и частных инвесторов в этом крупнейшем проекте, а также поговорим по использованию инструментов, которые мы должны применить при использовании средств Фонда национального благосостояния. Особое внимание прошу уделить организации выкупа земель. Я говорил уже об этом применительно к строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Казанью. И сейчас хочу повторить это применительно к проекту, который будем сегодня обсуждать. Выкуп земли под будущую магистраль. Необходимо жёстко пресекать любые спекуляции и любые коррупционные схемы. Попытки раздуть смету и под шумок нажиться на перепродаже земли. Нужно минимизировать ценовые риски проекта. Рассчитываю на активное содействие в этом вопросе властей и столицы. Сергей Семёнович, Ваше активное участие здесь нужно. И, конечно, Андрей Юрьевич, Ваше. Далее. Трассу Кольца предлагается поделить на участки для того, чтобы ускорить проектирование и оформление землеотводов. Кроме того, привлечь инвесторов на отдельные участки – это гораздо проще, чем сразу на весь огромный и на такой затратный проект. Понятно, что у каждого участка своя протяжённость, должны быть свои инвесторы, своя специфика и, безусловно, своя экономика. И чтобы проект был в целом успешным, дал необходимую отдачу как для инвесторов, так и для бюджета, нужен выверенный график запуска отдельных участков с учётом сложившейся и перспективной потребности на ключевых направлениях грузоперевозок. При этом, безусловно, нужно обеспечить своевременное подключение к магистрали федеральной и региональной дорожной сети, и, безусловно, рассчитывая на то, что Министерство транспорта будет иметь это обстоятельство в виду и соответствующим образом выстраивать свою собственную работу. Рассчитываю также, что по всем этим вопросам автодор и региональные власти найдут полное взаимопонимание. И, конечно, нужно тщательно просчитать справедливый размер платы за проезд на новой автодороге. Это должна быть такая величина, которая доступна будет и для граждан, и не обременительно будет для участников экономической деятельности. Прошу внимательно посмотреть на все эти вещи и учесть их в дальнейшей работе. И, конечно, нужно вспомнить, или, точнее, нельзя забывать о развитии пригородных железнодорожных перевозок в московском регионе. Это очень значимая составляющая всей этой проблемы, причём с большой социальной частью. Прямо или косвенно он затрагивает этот вопрос более четверти населения нашей страны. Вы представляете, какой масштаб? Более четверти населения страны. Электричками пользуются самые широкие слои населения. Прежде всего, это, конечно, люди работающие, студенты, пенсионеры. И, как правило, это люди с невысокими либо средними доходами. Поэтому мы должны обеспечить стабильность и предсказуемость стоимости проезда в пригородных поездах. В этой связи прошу правительства России, во-первых, считать проект развития пригородного сообщения в московском транспортном узле приоритетным для реализации на ближайшие 5-6 лет. И при этом отмечу, что он станет одним из крупнейших проектов подобного рода в мире. Необходимо предусмотреть строительство главных и дополнительных путей для пригородного сообщения. Я знаю, что сейчас и в Московской области, и Москва активно с РАО и РЖД занимаются этим вопросом. Уже строятся эти магистрали, по сути дела. Проекты соответствующие есть. Ни в коем случае этого нельзя забывать. Нужно двигаться по этому направлению. И это позволит нам существенно увеличить пассажиропоток на этих направлениях. С сегодняшних 600 миллионов, и так он огромный, 600 миллионов человек, представляете, в год. А будет 900 миллионов человек, почти миллиард. Повторяю, один из самых крупных инфраструктурных проектов в мире сегодня. И, безусловно, он должен сделать перевозки и жизнь людей гораздо более комфортными. Кроме того, нужно предусмотреть возведение современных путепроводов, вот я уже об этом говорил, чтобы не скапливались машины на переездах, чтобы не возникали пробки на переездах через железнодорожные пути при росте интенсивности движения. И, во-вторых, обязательно нужно сохранить субсидирование. Я знаю, мы много об этом говорили. Ещё три года назад мы ввели вот эти субсидии, даже больше, года четыре назад. 25 миллиардов начали выделять. Да, в период кризиса, по-моему, мы впервые выделили. Договорились о том, что постепенно это будет передаваться на региональный уровень. Но, во-первых, нужно убедиться, что в регионах есть эти средства. Во-вторых, нужно точно и ясно зафиксировать, что эти средства выделяются на эти цели. Знаю, что Минфин планирует сделать всю эту работу поэтапно. Значит, на следующий год деньги есть. Но за 2014 годом последуют 2015-2016. Нужно внимательно это посмотреть. Если вы просто хотите передать часть этих субсидий в регионы, а не РАО и РЖД, конечно, и так можно поступить. Но тогда нужно убедиться, что эти средства пойдут именно сюда, а не на какие-то другие тоже очень важные цели. Поэтому самым внимательным образом прошёл к этому отнестись. Это, повторяю, и экономические вопросы очень важны, и социальные. Субтитры создавал DimaTorzok